Пятница, 5 января. В материалах наших корреспондентов. Я Александр Просяник. Добрый вечер. Сегодня в подробностях. Полуночная детонация. В Харькове мужчина подорвал гранату в собственной квартире в присутствии семьи. Откуда боеприпас? Корь не отступает. На этот раз вспышка в Днепропетровской области. Как защититься от вируса? Мусорить правильно. Украинцев обязали сортировать отходы. Будут лишь трафы. Гетто для мигрантов. В Австрии предлагают селить беженцев в казармах и не выпускать по вечерам. Чья идея? Взрыв в Харькове. В одном из жилых домов в руках у мужчины, который сидел у себя на кухне, сдетонировала граната. Произошло это около полуночи. Пострадавший умер до приезда скорой. Взрывной волной выбиты окна. Жена погибшего и трое малолетних детей находились в соседней комнате. Они лишь чудом не пострадали. Где мужчина взял гранату, в полиции сейчас выясняют. Известно, что он неоднократно выезжал в зону АТО в качестве волонтера и вчера вечером был пьян. С начала прошлого года в Харьковской области из-за неосторожного обращения с гранатами погибли уже три человека. За указанной адресой было установлено, что выбухнула граната РГД-5. Під час выбуху загинув 38-летний житель данной квартиры. Также установлено попередньо, что выбух стався в результате необережного поводжения с боеприпасом. Сейчас следственным отделом установлены свидетельства, что граната погибли и или знала дружина погибли про наявность боеприпаса в квартире. И там же в Харькове поймали на взятках двоих фискалов. Как сообщили в СБУ, подполковник и майор налоговой службы наладили схему поборов с предпринимателей. Налоговики требовали у местного бизнесмена 40 тысяч долларов за возврат конфискованного имущества. Задержали обоих во время передачи первой части денег 20 тысяч долларов. Чтобы не передавать купюры из рук в руки, фискалы включили в схему посредника, кассира из пункта обмена валют. И еще один чиновник погорел на взятке в Закарпатье. Это сотрудник отделения исполнительной службы. Правоохранители подозревают, что он за деньги закрывал дела, из-за которых люди не могли выехать за границу. В основном те, которые касаются долгов или неуплаты алиментов. Исполнителя задержали при получении двух тысяч долларов. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Доходы депутатов и чиновников должны быть опубликованы. Такое постановление внес парламент Нардеп Сергей Каплин. По его словам, это необходимо для гражданского контроля. Ведь, например, руководитель «Нафтогаза» Андрей Коболев, по словам лидера СПУ, получил за минувший год около 20 миллионов гривен премиальных. И это не считая зарплаты. Нардеп отправил запрос госмонополисту с просьбой объяснить подобные размеры выплат. В ответ в «Нафтогазе» заявили такие вознаграждения. Это плата за выигранное дело в арбитражном суде Стокгольма против «Газпрома». Впрочем, не «Нафтогазом единым». Не забыли в прошлом году о себе и нардеп. У кулуарный способ, в конце года, народные депутаты, в частности, принимающие бюджет, берут в виде хабаря повышение заработной платности. Как правило, вносят такие изменения к закону, например, о престижной шахтарской работе, а что связано с поддержкой селян. И таким чином прописывают там таемную строчку, в которой чётко зазначают, что депутатам двое или трое подвищают зарплату. Бо як заводится нами, социалистами, разговор о том, что нужно подвищать минимальную заработную платную, або подвищать минимальную пенсию до 5-10 тысяч гривен. Вони распускают сопли, что, вибачьте, но денег в бюджете на эти потреби абсолютно нет. А когда язык идёт о себе, дорогих, они фактически поднимают себе заработную платную. К трём годам лишения свободы приговорил Михаила Саакашвили. Тбилисский горсуд, экс-президенту Грузии, предъявлено обвинение по статье «Злоупотребление служебными полномочиями в деле Сандро Гергвилиани». Напомню, по данным следствия, Саакашвили незаконно помиловал осуждённых за убийство сотрудника банка. Пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко уже заявил, что решение грузинского суда не повлияет на экстрадиционную проверку бывшего губернатора Одесской области. «Лоукост Райан Эйр» возвращается на украинский рынок уже в этом году, сообщил министр инфраструктуры Владимир Амелян. По его словам, переговоры уже на финальной стадии. Амелян также добавил, что спрос на бюджетные авиаперелёты растёт, поэтому классическим авиакомпаниям нужно менять свою ценовую политику. Освобождённые из плена боевиков украинские бойцы пройдут реабилитацию в Киевском военном госпитале. Об этом сообщила руководитель Офиса уполномоченного президента по вопросам реабилитации участника ВАТО Наталья Зарецкая. По её словам, бывшие заложники уже закончили лечение, и сегодня начинается период, собственно, реабилитации. На это время столичные госпитали Минобороны закроют и для прессы, и для общественности. Это необходимо для полной адаптации освобождённых из плена. На Донбассе полная тишина. С начала суток всего два обстрела. Оба раза боевики открывали огонь в районе шахты Бутовка. Украинские военные медики используют относительное затище для учений. С ними поговорил Геннадий Вивденко. Не допускаем ни их наступления, ни прорыва ДРГ. Что это было только что? Это пули летают. Время от времени противник простреливает наши позиции в районе Авдеевки. Но бойцы, говорят, российские наёмники просто отрабатывают свою зарплату. Сегодня вообще себя практически никак не выказывал. Были в одиночные поползновения. В большей степени это из-за плохой погоды. Туман. Видимость плохая. Они простреливают. Вчера там дружки тоже там простреливали. Ну, такого, чтобы сказать, шквала огня и всего остального уже нет. Обстановка напряжённая в том плане, что мы каждый день ждём от ДРГ. Какой-то вот выжидательный вот этот момент напрягает. Пока днём тишина в районе посёлка Луганское, направление оккупировано Дубальцево. Наши военные медики проводят учения. Сегодня отработали способы оказания первой помощи воинам на передовой. Туда медиков могут вызвать в любой момент. Сейчас, конечно, не будем портить одежду, но в основном срезаем, открываем доступ до вен и накладываем жгут. Случаи были на 300-х, мы выезжали, то есть систему подключали, да, не очень комфортно, но приловчиться ко всему абсолютно можно, то есть когда зависит жизнь человека, то есть ты уже не обращаешь внимания, что там тебя кидают, бросают, главное оказать помощь. Милана Черниченко рада, что уже почти месяц не оказывала помощь раненым тут, в районе Светлодарской дуги. 9 декабря выезжали мы, была контузия глаза, то есть осколок АТГС противника зацепил, ну, все обошлось, все нормально, то есть мы эвакуировали, доставили на госпиталь. Милана говорит, сейчас важна в первую очередь реабилитация воинов АТО, но медицинские сумки упакованы. Там бандажи, трубки, жидкость для восстановления потери крови. Так что выехать на передовую готовы в любую минуту. И снова вспышка кори. Теперь вирус проявился в Днепропетровской области. Заболеваемость там выросла в 40 раз по сравнению с прошлым годом. Но об эпидемии говорить пока рано. По данным Всемирной организации здравоохранения, корь – одна из главных причин смертности среди детей. Как распознать симптомы, расскажет Елена Миндалюк. Наталья с двухлетним сыном Даней в инфекционном отделении оказались прямо перед Новым годом. Малыш попал в больницу с ОРВИ и уже там заразился корью. В отделении был другой ребенок с этой инфекцией и заразил остальных детей. Данила не прививали из-за медицинских противопоказаний. Теперь у него осложнение. Сказали, да, все будет зависеть от обследования. Но пока анализы крови показывают превышение нормы в два раза. Ну, сердечная недостаточность. Врачи уже говорят о вспышке кори в Днепропетровской области. Для сравнения, в 2016 году в регионе лишь два человека переболели корью. В то же время на 4 января медики зарегистрировали 63 случая. В основном это дети, которые не были вакцинированы. 41 дитина, веком до 17-ти роков. Причому випадки кору регистрировались у 3-месячної дитини, 4-месячної дитини, 11-месячної дитини. Это вековая категория, которая, согласно календарю, еще не получает профилактические щепления. Но они имели риск в контакте с хворой людьми. Заболеваемость корью возросла по всей Украине, отмечают специалисты. Сейчас количество заразившихся увеличилось в 40 раз. Уже зарегистрировано более 3 тысяч заболевших. В группе риска жители Одесской, Ивано-Франковской и Запорожской областей врачи настоятельно рекомендуют пройти вакцинацию как детям, так и взрослым. Если вы вдруг планируете завтра поехать в Одессу, то лучше, конечно, и вы не помните, болели вы или вы привиты, то, может быть, для самосохранения лучше это проявить. Потому что вы поедете в очах, безусловно, там, где повышенная эпид, неблагоприятная ситуация. И никакого самолечения, подчеркивают медики, ведь симптомы кори близки к обычному вирусному заболеванию. Начинается все с повышения температуры и светобоязни. Патагноманичный симптом, который характерен только для кори. Это обнаруживает пятна коплика на слизистой оболочке напротив коренных зубов. Сыпь появляется на четвертые сутки, распределяется сначала на лице, потом опускается каждые сутки ниже-ниже. В этот период выражен также интоксикационный синдром. Кори может дать осложнение в виде пневмонии и поражения центральной нервной системы. Главный способ профилактики – вакцинация. Для детей она бесплатна. Делать прививки нужно в первый год и затем в шесть лет. Взрослым вакцина обойдется в 400 гривен. Елена Медалёк, Евгений Коднецов. Подробности, телеканал Интер, Днепр. Штрафы ввели, но как штрафовать – непонятно. С Нового года вступил в силу закон об отходах. Он предусматривает запрет на хранение непереработанных бытовых отходов. За нарушение нужно платить сколько и что именно, расскажет Анастасия Старовой. Органика, металл, стекло, пластик и бумага – все раздельно и в разных баках. Только так теперь украинцы должны сортировать мусор, иначе штраф. Для населения это от 340 до 1360 гривен, а вот для юрлиц – от 850 до 1700. На вступившем в силу законе многие не слышали. И как именно их собирается штрафовать – не понимают. У нас же оно может не выполняться. Я в принципе за. Людей нужно штрафовать не только за сметча. Ну как вы вообще представляете? Вот я, допустим, вкинул бутылку стеклянную туда, и что дальше? Подходит ко мне инспектор. Впрочем, основная цель – не штрафовать, а воспитать население, уверяет в профильном министерстве. Закон предусматривает мотивацию населения для осуществления раздельного сбора. Каким образом? То есть дополнительный контейнер, который будет установлен, ну он в принципе уже и есть установлен во многих городах. Чем больше смешанного мусора, тем больше придется платить. Но что делать тем, у кого во дворе всего лишь один мусорный бак? Он у нас один, постоянный, и больше ничего не изменится на протяжении сколько лет. Ну вот поменяли пластмассовый из железного. Тут выкидаем пластик, бумагу, вот такое уже все. Экологи говорят, перед тем, как штрафовать, нужно было заранее установить во дворах несколько баков. Мы должны бы уже на этот час иметь инфраструктуру относительно раздельного сбора побудовых отходов. Это бы легче разделение сметки. Мы должны бы специальные кольца сметоприродных дел, которые должны быть хотя бы в четыре конца города Киева, а не так, чтобы везти все на сметчезвалище. Не складывать на полигоне, а отделять полезные вещей. Чиновники признают, найти нарушителей закона будет нелегко, поэтому пока начнут с полигонов. На сегодня штрафовать экологическая инспекция имеет право на полигонах, если на полигон завозится не отсортированный мусор. В планах же обязать, как и в ЕС, производителей тары и упаковки самостоятельно собирать и утилизировать отходы. Но для этого нужно принять еще один закон. Анастасия Старовойт, Владимир Самченко, Алексей Шматов. Подробности, телеканал Интер. 4 миллиарда гривен. Такую беспрецедентную сумму планируют выделить в этом году на развитие сельской медицины. Ведь в последнее десятилетие сельские амбулатории оказались на грани выживания. Врачам не хватает даже элементарных препаратов, не говоря уже о морально устаревшем оборудовании и транспорте. Как собираются решать проблему, выясняли наши корреспонденты. Эта медицинская амбулатория в Телепино обслуживает 4 села в радиусе 20 километров. А это почти 3000 пациентов. Чаще больные приходят сами, но нередко семейного врача вызывают и на дом. Водитель Сергея ведет к гаражу, где стоит санитарная машина амбулатории. 30 лет она честно отработала по сельским дорогам. Ремонту уже не подлежит. Сверху она, ну так еще все вы бачите, снизу она геть выгнала, полностью дно выгнала. То есть, ну, ехать не можно было на ней, потому что тяги выпадают. Проблем с медицинским транспортом в Каменском районе хватает, говорит главврач Центральной районной больницы. Денег на его обновление государство не выделяло годами. Сельская медицина обеспечена санитарными автомобилями едва ли наполовину. Да и большинство из этих машин медикам не принадлежат. В лекарских амбулаториях есть транспорт, але цей весь транспорт придбанный за спонсорские кошти. Их купили сельоспоробники. И вони знаходятся у нас в аренде, мы их утримаем за гривню у рік. Сегодня в районной больнице праздник. К Рождеству каменские медики получили долгожданный подарок. Новенький санитарный автомобиль и 18 велосипедов для сельских фельдшеров. Транспорт закупили за счет госсубвенции. Помог народный депутат Сергей Рудык. Бедствовать сельским ФАПом и амбулаториям, похоже, осталось недолго. Этот год должен стать беспрецедентным в плане финансирования, уверяет нардеп. На развитие сельской медицины правительство планирует выделить 4 миллиарда гривен. В этом году Черкаська область получает плюс 170 миллионов гривен в рамках законопроекта президентского поддержки сельской медицины, за который я голосовал. Я не скажу, что я был в 100% в ФАПах и амбулаторий. Но там, где я был, техника не позволяет говорить о помощи людям. За вынятком отдельных закладов, даже не было элементарных леков. Реформы в сельской медицине коснутся не только обновления транспортной базы и закупки медикаментов, но и ремонтов, которых медучреждения в районе не видели еще с момента постройки. У медиков Телепина дела тоже улучшились. Районная больница сегодня передала им современную санитарную машину. Теперь добираться до пациентов на попутки семейному доктору не придется. Анастасия Крылатова, Евгений Попов. Подробности Черкасская область. Судно 1972 года постройки в ужасном состоянии. Страшный сон беженцев. Новое правительство Австрии, в которое вошли ультраправые, ужесточает миграционную политику. Ее уже критикуют оппоненты, называя провокационной. Какие меры уже утвердили и что еще предлагают, расскажет Татьяна Лугунова. Инициатива, которая уже вызвала шквал критики вице-канцлера Австрии и лидер ультраправой партии Свободы, предложил ввести комендантский час для беженцев и запретить им выходить на улицу по вечерам для поддержания порядка в стране. Эту более чем провокационную идею Хайнц Кристиан Штрахи озвучил в интервью одному из австрийских телеканалов. Политик заявил, он считает целесообразным расселять беженцев не в жилых домах, а в пустующих казармах и предписать им возвращаться домой в установленное время. Эту идею уже обсуждали в прошлом, а не сделать ли так, чтобы, скажем, вечером к определенному времени все должны были вернуться в казармы. Это предложение уже вызвало шквал критики и возмущения. Идею Штрахи австрийцы назвали дискриминационной и унизительной. Дескать, вместо того, чтобы интегрировать беженцев, ультраправые предлагают их изолировать. Инициативу вице-канцлера вряд ли одобрят и утвердят, но в любом случае новое правительство Австрии взяло курс на ужесточение миграционной политики. Так у беженцев решено забирать все наличные деньги. Эти средства потратят на содержание мигрантов. Кроме того, просители убежища обяжут временно сдавать свои мобильные телефоны, чтобы эксперты смогли считать данные и проверить беженцев. Татьяна Луганович, Слав Фролов. Подробности Европейское. Бюро телеканала Интер. Не стоит нам указывать. Такой посыл Евросоюзу прозвучал от премьеров Венгрии и Польши касательно миграционной политики. В то время, как Брюссель пытается уже через суды давить на Будапешт и Варшаву, чтобы те приняли беженцев, Вышеградская четверка планирует поменять правила игры в ЕС. Елена Абрамович продолжит. Будущее Евросоюза не могут решать только Франция и Германия. Считаться нужно с каждым государством. Ведь страны-члены ЕС хотят строить не империю, а общество сильных и независимых народов. Подчеркнул венгерский премьер Виктор Орбан на пресс-конференции после встречи со своим польским коллегой. У этих двух стран в последнее время довольно накаленные отношения с Брюсселем из-за миграционной политики. Теперь, когда Центральная Европа играет стабилизирующую роль в Европе, учитывая нашу значимость, мы хотим иметь право голоса в дискуссии о будущем Европе. У нас есть свое видение будущего ЕС. А будущее не в распределении беженцев, а в помощи на местах, считает политик. Венгрия наотрез отказывается принимать каких-либо мигрантов. Варшава же ранее согласилась расселить 7 тысяч беженцев, но потом отказалась выполнять обещанные. Еврокомиссия подала в суд на эти страны. Однако они утверждают, что суверенные государства имеют право сами решать, кого принимать, а кого нет. Что касается миграции и квот, которые навязывают странам-членам ЕС, то мы решительно отвергаем такой подход, поскольку он нарушает суверенные решения государств-членов. Мы считаем, что Еврокомиссия не имеет права принимать такие меры. Напомнил польский премьер и о беженцах из Украины. Заявил, что именно Польша снимает напряженность на восточном фланге ЕС, принимая их. Правда, по последним данным, статус беженца в этой стране за последний год получили всего 56 украинцев. Не хочет слышать о приеме беженцев и Чехия. А Словакия предложила откупиться, сделать взнос от стран Вышеградской четверки, 35 миллионов евро, на проекты помощи мигрантов. Орбан же напомнил, против беженцев выступает намного больше стран. Например, австрийцы против миграции. Они избрали правительство, которое разделяет их взгляды. То же произойдет везде в Европе. Это просто вопрос времени. После встречи польские СМИ написали, что Орбан якобы пообещал блокировать санкции Евросоюза против Польши. Впрочем, сам венгерский премьер открыто не делал такого заявления. Ведь Венгрия и Польша одни из самых крупных получателей финансовой помощи ЕС. А после Брекзита в европейской казне образовалась дыра. И кто знает, кому теперь достанется меньше. Из Брюсселя Елена Абрамович, Евгений Каминский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Еще один скандал. В преддверии свадьбы британского принца Гарри. Местные власти Виндзора, где пройдет бракосочетание, призвали полицейских очистить улицы от бездомных. В адрес чиновника уже посыпалась масса обвинений. Досталось даже будущим молодоженам. За что, расскажет Алексей Пшемызский. Туристы с фотоаппаратами, сувениры с королевской символикой и тысячи бездомных с тележками, спящих прямо на асфальте. Такая картина давно стала привычной Виндзоре, родном городе, правящей уже более 100 лет британской королевской династии. Из-за роста безработицы ежегодно в этом городке, где живет британская элита, на улицах оказываются тысячи простых рабочих. Очистить город в преддверии королевской свадьбы призвал полицию глава окружного совета Саймон Дадли. Однако для живущих на улице, кишащие крысами дома для бездомных еще хуже, чем ночлег на асфальте. Все говорят об этом, мы все здесь друзья, знаем друг друга, и все думают, что это очень плохая идея. Мы все напуганы. Таких, как Стюарт, местные чиновники называют агрессивными попрошайками. В своих постах в Твиттере Дадли неоднократно писал о том, что бездомные отпугивают туристов, терроризируя их у банкоматов. И могут навредить имиджу города. Однако пока негативную рекламу политик сделал сам себе. После твитов, которые Дадли писал во время отдыха на элитном горнолыжном курорте в американском Вайоминге, на него обрушился шквал критики. Чиновник обвинили в попытке зачистить город, а некоторые даже назвали Дадли едва ли не нацистом. Досталось и будущей монарше Чите, которая пока не прокомментировала призывы чиновника. А вот премьер-министр его раскритиковала. Я не согласна с тем, что сказал глава городского совета. Это наша забота обеспечить бездомных крышей над головой. Если же кто-то агрессивно пристает и просит деньги у людей на улицах, местные власти должны решать эту проблему вместе с полицией. За бездомных вступились и местные торговцы. Я ни разу не слышала, чтобы кто-то негодовал из-за бездомных. Ни туристы, ни тем более американцы, которых здесь бывает немало. Но, конечно, люди, спящие на асфальте, что у нас, что по всему Лондону, это большая проблема. Но ее нужно решать по-человечески. Несмотря на скандал, власти ожидают, что королевскую свадьбу все же посетят миллионы туристов. В конце мая, когда запланировано торжественное бракосочетание, здесь в Лондоне и Виндзоре уже забронированы почти все гостиницы. Власти подсчитали, что торжественное действие должно принести в бюджет более полумиллиарда фунтов. Из Лондона Алексей Пшимыский, Сергей Дубинин. Подробности телеканал Интер. Тропики посреди зимы. В Черновицкой области бывший столер вырастил настоящий тропический сад. Десятки видов лимона, папайи, авокадо и даже бархатные бананы уже плодоносят. Фруктовый рай оценили и наши корреспонденты. Бананы, ананасы, мандарины и даже кофе. Чего только нет в этом тропическом саду. Это всего в каких-то 40 километрах от Черновцов. Создать собственные тропики Иван Галлиб мечтал с детства, когда впервые отправился на экскурсию в ботсад. Но два года назад мужчина понял, мечты надо воплощать в жизнь. Нашел селекционера, купил у него проект теплицы и саженцы. Проект теплиц продуман до мелочей, чтобы растениям было комфортно и тепло. Сейчас здесь десятки видов апельсинов, мандаринов, папайи и лимонов. Есть и настоящие гиганты. А это самые настоящие тропики. Температура воздуха плюс 25 градусов. Здесь обитают кусты кофе, томатное дерево и даже ананасы. Дивлюсь, думаю, на что так пахнет в теплице? Ну не может быть, но так и к меду разлив, майский мед, он очень ароматный. Ну думаю, на что такое? А потом через два дня, думаю, подавился на ананас, а он желтый такой. Какий запах. По соседству с ананасами трехметровые бананы. На ветках сотни плодов, но срывать их рано, они созревают 9 месяцев. Уже выходят бананчики, бачите, какие гарни. Это диво. Я не вижу, когда первый раз побачу, у меня же бананы не цвелицы первый год. Я когда побачу, то я не мог до себя прийти. Какая-то красота, бачите. Ухаживать за таким тропическим садом тяжкий труд, признается Иван. Кусты нужно регулярно поливать, удобрять и следить за каждым ростком. Для семьи остается совсем мало времени. Я его очень долго стримала от этого. Потому что я не могла поверить, что может у нас такие росты. Но потом смирилась. И когда побачила, что уже есть какие-то плоды, дерева подрастают, мне уже это сподобало. Я знаю, что это его хобби. Он это любит. Поэтому я ему не забороняю. Свои теплицы Евангелий планирует вскоре расширить и разнообразить ассортимент фруктов. А с такими же любителями тропической красоты, как и сам, готов поделиться опытом. Ольга Поломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Черновицкая область. В Нидерландах майнили криптовалюту с помощью человеческого тепла. Такой необычный эксперимент провели в Институте старения человека в Гааге. В исследованиях участвовали 37 добровольцев, на которых надели специальные костюмы, соединяющие тело с компьютером. Людям нужно было лишь ждать, пока их тела производят тепло. Эксперимент длился 212 часов. За это время ученые намайнили более 16,5 тысяч разных криптомонет. Добровольцы получили 80% прибыли. Остальной доход пойдет на развитие института. Почему сотрудникам Белого дома придется отказаться от мобильных? Чем не стоит приправлять запеченную утку? И где появилась копия стены из Игры престолов? Об этом и не только в нашем обзоре. Режимный объект. Персоналу Белого дома отныне нельзя пользоваться личными сотовыми в западном крыле здания. Инициатором запрета стал руководитель аппарата резиденции президента Джон Келли. Говорит, дескать, к беспроводной сети западного крыла подключено слишком много устройств. При этом личные смартфоны недостаточно защищены от взлома. Сотрудники Белого дома уже бьют тревогу. Говорят, теперь в случае необходимости родные и близкие даже не смогут до них дозвониться. Гендерная Санта-Барбара. Женщина-трансексуал может быть зарегистрирована только как отец ребенка, а не как мать. Постановил суд в Германии. Юридическим матерью малыша может быть только женщина, родившая ребенка. Прецедентом для такого закона стал случай с трансгендером, который сменил свой пол с мужского на женский в 2012. А в 2015 его подруга родила ребенка от его же ранее замороженного семени. Женщина-трансгендер хотела быть записана в качестве второй матери ребенка, а не отца. Но суд отказал. На войне все средства хороши. Хоккеист лишился части бороды в драке прямо на льду. Канадский игрок Джозеф Торнтон, выступающий за клуб Сан-Хосе Шаркс, устроил потасовку с форвардом на земном кадре из клуба Торонто Мэйпл Ливз. Тот в порыве ярости схватил оппонента за густую бороду и с остервенением вырвал целый клок. На видео схватку сняли зрители матча. Зима близко. Стена из Игры Престолов появилась между Россией и Китаем. Ограждение из снега и льда высотой с девятиэтажку выросло на озере Ханка возле границы. Сильный ветер согнал куски льда разных размеров к восточному берегу водоема. Впрочем, многим стена напоминает Великую Китайскую. Чешская бабуля отравила свою семью уткой с марихуаной. Пожилая женщина просто перепутала каннабис с приправой. Отведав блюда, родственники стали жаловаться на тошноту, рвоту и головную боль. Им пришлось обратиться в больницу. Избежать отравления удалось только одному пожилому члену семьи, который употреблял марихуану в лечебных целях. Его заначка, к слову, и стала причиной переполоха. Огромный воздушный шар Люмьер, часть рождественских декораций британской столицы, из-за сильных ветров отшвартовался и улетел прямиком на оживленную Оксфорд-стрит. Там он запутался в линиях электропередач. Освобождать горе путешественника пришлось пожарным. В итоге беглеца отправили на прежнее место работы. За развитием событий, как всегда, можете следить на сайте, подробности вей. А на сегодня все. Хорошего вечера и до встречи завтра.